Вместе с ним распяли и двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону от него. Проходившие мимо бронили его. Качая головами, они говорили, «Ну что? Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его? Спаси себя! Сойди с креста!» Главные священнослужители и учители закона тоже насмехались над Исой. «Спасал других!» – говорили они. «А себя спасти не может Масих, царь Исраила. Пусть он сойдет с креста. Если мы это увидим, то поверим». Также оскорбляли его и распятые вместе с ним. В полдень по всей земле стало темно, и так продолжалось до трех часов дня. В три часа Иса громко крикнул. «Элохи! Элохи! Льма жбактани!» Что означает «Бог мой, Бог мой, почему ты меня оставил?» Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали. «Слышите? Пророка Ильяса зовет». Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил ее на палку и дал Исе пить. «Подождите! Давай посмотрим, придет Ильяс снять его или нет!» Сказал он. Громко вскрикнув, Иса испустил дух. Завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Когда стоявший напротив Исы римский офицер увидел, как он испустил дух, сказал. «Этот человек действительно был духовным сыном Всевышнего». Там были и женщины, которые наблюдали за происходящим издали. Среди них была Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба-младшего и Иосии, и Саламия. Они следовали за Исой, когда он был в Галилее, и помогали ему. Там было много и других женщин, которые пришли с ним в Иерусалим. Был день приготовления к субботе. Вечером Юсуф из Аримафеи, влиятельный член Высшего Совета, который и сам был из числа ожидавших Царства Всевышнего, набрался смелости, пошел к Пилату и попросил тело Исы. Пилат удивился, услышав, что Иса так скоро умер. Он позвал римского офицера и спросил, давно ли Иса умер. Узнав от римского офицера, что Иса действительно мертв, он отдал тело Юсуфу. Юсуф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале могильную пещеру. Ко входу в могильную пещеру он привалил камень. А Марьям из Магдалы и Марьям, мать Иосии, видели, куда он был положен.